Доброе утро, опять мои хорошие. Может кому-то надоело, но не смотрите эти репортажи. Для меня это очень активный и хороший отдых. Тем более, что сегодня мороза вообще нет, ветрено, такая изморозь, что лёд пропадёт очень-очень быстро. Поэтому сегодня суббота я решила всё-таки прийти на рыбалку, а не сидеть дома или что-то готовить. Рецепты целые в том числе готовьте потихонечку. Понятно, что будут новые рецепты, но сегодня я на рыбалке. Люди сходятся, ну, может куда-то поехали в другое место суббота, может на миллиметровку. Там вчера мужчина говорила, что 800 человек, там не знаю. Люди сходятся, там вытащили, но я уже откупилась, одно я уже поймала. Туда приходят, как и вчера. Вода на льду, видите, вот это вот такое. Дождя не было, уже вода выступает. Вон моя рыба валяется в этой пачке сигарет, такая неплохая, между прочим, видите. Я вам хотела показать, вот смотрите, в лунке стоит рыбка, вот она, видите. Вот я подёграю, вот она, что-то ей понравилось. Или она не может преодолеть вот эту толщину льда, он хвостиком махает, видите, за хлебушком. Или бог её знает чего. Я уже попробовала в двух местах, ничего. Здесь села на своём старом месте, где вчера села, а сразу-сразу клюнула. Ну и всё, и тишина, и больше ничего. Вот так и бывает, знаешь, говорится, подманет. Ну, буду сидеть, буду ждать. Сегодня, я думаю, воды не будет. Конечно, клёв будет хуже. Ветрено на улице, ветрено. Ну, садишься спиной к этому, к ветру. Всё ближе и ближе сюда, вода. А что у нас здесь? Тоже, смотрите, видите. Сегодня уже на остров, наверное, не сходишь в туалет, не знаю. Ну, будет видно. А вчера, кажется, то рыбаки просто не артель, а рыбаки, которые выезжают на куски льда, делят, есть. Это мне Саша рассказал. Так, ладно. Дёргай, Алла. Что, мои партнёры по рыбалке, перешла я в этот угол, как палец. Как палец просто. Я выпускаю, потому что Мартын. Вы видели, как ест? Вот там я была, сидела. Вот там, видите, там народа побольше. Ну, надо столунок обойти, чтобы где-то один клёвый видеть. Просто караул. Это не тарань, это просто окунь. Как на хищника бегаешь, так и тарань. Так что, вот и я сейчас вот дыбаю. Смотрите. Вот сейчас видите. А может уже не будет дыбать. Вот как палец. Другой рыбы нет. Да есть рыба, только не здесь. Надо так потрогать, чтобы оно вот так делалось. Я специально села тут на лунке, где две бутылки водки. Нет, успеем. Да, вы думаете, они полны. Вот тоже, видите, оставили. Ну, я заберу на берег, вынесу. Вот это ж всё в воду упадёт. Лёд растает, и всё, что на льду, это всё пойдёт. И он, бутылка. Всё пойдёт на дно. Через сто лет кто-то найдёт эту стеклянную бутылку. Миняк, запуталась Олеска. Пока я распутывала, всё, рыба вся ушла. Она как-то наскоком. Или её мало, или она больная не хочет. Ну, не хочу я уже больше сидеть. Уже час дня. Еду домой, не хочу. Тем более у меня сегодня эфиры. И так уже опоздаю. Так что извините, пожалуйста. Отдам Серёге. Хочу почистить. А нету мартинуха. И в холодильник положат, и будут кормить. С утра такая хоть и кладошка. Ну, я вам покажу. Но вообще, по сравнению со вчерашним днём, совсем мало. Так, всё, мои хорошие, поехали. Видите, какой ветер. Смотрите, как деревья качает. Вам видно? Ну, я не замёрзла. Ну, вот эта палатка, вот эта, она прорезинена с этой стороны. Видите, она не продувает. На улице же мороза нет. Единственное, что если выматываешь, то леску может запутать. А так всё нормально. И тут тоже уже всё. Снега мало-мало. Едем домой. Суббота. О, гусорная машина едет. У нас мусор там на Деевскую гору вывозят. Сейчас я специально включила, чтобы вы посмотрели, что Днепр уже гуляет полностью. Правда, у меня такие стёкла чистые, что просто кораллы. О, видите, как моя ряд, два флага. Один Украины, один Кременчуга. Мост, конечно, подремонтировали только, и опять дырка на дырке. Осень уж делали. Видите, какая там рядчика. Ну, так на воде не слышно, не чувствуется. У нас тут такой высокий этот парапет, что ничего не видно. Видите, что стекло у меня такое грязное. Вот здесь вот глубоко. Держитесь крепко. Вот так. Полностью Днепр уже гуляет. Вот, посмотрите. Ни льдинки нет. Видно? Уже даже он лодочные размывает. Но воду прут. Течение большое. Ой, на мосту стоят. Как им не холодно. А много людей, вот молодёжь, идёт через мост. Просто гуляет. Видите, какой у нас ещё тут мост. Я не знаю, какого года у нас мост в стране. Ну, это влюблённые идут. А где же им ещё ходить, как не на мосту? Ой, ну ветер такой. Лучше бы в кафе пошли. Съели мороженого. Пляж наш вот там вот. Центральный. Это уже всё раз сто раз. Смотрите, у меня новая головная боль с этим забором. Наверное, я вот парня, который буду резину менять, возьму колёса резиновые. Извините. Смотрите, видите, опять, это же накрыта телефонная эта яма. Я понимаю, что она никому не нужна. Видите, опять наехала машина, опять перевернули этот люк. И посмотрите, что сделали у меня с моим забором. Видите, всё поломали. То есть, если я тут ничего не поставлю на повороте, то ничего-то не растёт, но всё равно. То они будут заезжать прямо сюда, вот на эту территорию. Тут грязь, они будут ехать прямо сюда. Поэтому мне нужно поставить заборчик. Я, знаете, покупать нет. Вот шифер, когда будем менять крышу, то можно шифером вот так сделать. Но сейчас, наверное, надо будет резиновые колёса взять и вот так густенько их закопать просто так, говорят, и всё. И будет пойти по заборчика. Так что вот такой вот, видите, неприятность это. Забор весь загорит этот, конечно. Но натворили дело. Он тут не крепкий, ничего. Но всё равно он стоял и не пёрлись прямо в огород. Ой, боже, боже, ну ничего страшного. Вот это, видите. Раньше было хоть можно кому-то сказать, а сейчас же телефон от этого яма, она никому не нужна. Это тут кабеля телефоны ведут. Все от телефонов подказывались, потому что за него платить, извините меня. Точно как за Киевстар сейчас у нас. Вроде бы сделали обязательный платёж 75 гривен. Да от него все откажутся. О чём вы говорите? Это кому интернет, это кому просто позвонить. Вот, например, как моей маме. Зачем? Будем переходить на других операторов. Так, ладно, Аллочка, вынимай свои лахи. Делитесь, это тут я вчера, сегодня поставила сумку. Это вчера с рыбой сумка. Надо машину умыть, уже нехай потеплее, потом помыю. Слушайте, какой ветер. Ужас, 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 ужас. Ужас, 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 ужас. Я вам покажу свой улов. Бедненький, смотрите, по сравнению. Видите, с утра такая крупнее брала. Но я сейчас, вы знаете, что я сейчас её в кастрюлю помою, в кастрюлю засолю. Может, завтра ещё поймаю что-то. И будет на чуть-чуть. Даже меленькая, она вкусная. Я никак Людочке своей Леоновой не пошлю, рыбке. Потому что пацанам заказал, что они привозят. А уже скоро и тепло начнётся. Фух, в жару не передашь. Фу, так некрасиво на огороде, посмотрите. Ой, я вам сейчас покажу чудо, мои хорошие. Ребятки, хочу вам показать. Смотрите, розы, как мои поломало все. Вы видите? Под этой бутылкой, ничего не знаю. Эту бутылку немножко как бы присняло. Но посмотрите, там внутри вроде зелёный. Но пока мне срано говорить. Это снимать ещё не будем. Я другое хочу показать. Юлечка Кисель, спасибо тебе большое. Я думаю, что это за балалайка такая. Вот, смотрите, эта корона твоя царская вылазит. Было же две. Наверное, вот эта вторая. И не знаю, я тут садила вроде бы две вместе. А может, под снегом вот там внутри. Ещё не знаю. Ну, одна уже вылазит. Вы поняли, да? Вот эта царская корона. Всё хочет уже прямо... А сегодня мороз минус два. Нарциссы, посмотрите. Как лезут. Видите? Надо листья убирать. Тихо где-то. А, крыльями помахало. Вон две птицы. Думаю, что он такой... Так что, ребятки, посмотрите, как поломало мою смородину. Придётся обрезать. Видите, снег накрыл. Накрыло. И всё. Это прикопанное. Вот там, где снежок лежит. Ага, вон моя ёлка на Новый год нашлась. Наконец-то растаяла. Вы видите? Вот она, она вся была под снегом. Те зелёненькие цветочки. И смотрите, смородина уже потечкает. Это кипяточком обдать всё горячей водой, чтобы не было болезней. Ну так, то мороз, то... Ну и расчищу. Это очень густая. Снегом придавило. Видите? И всё. Горчица моя, я думала, что она не помёрзнет во веки веков. Помёрзло всё, придавилось снегом. Я с вами ещё покажу, как сильно поломало малину. Это просто караул. Здесь тоже вот начинают нарциссы вылазить. Сейчас, секундочку. Не, у меня есть там. Смотрите, всё лежит. Вы видите? Смотрите. Видите, поломала всю малину. И картошка у меня здесь. Картошка, везде картошка. Это на снегу я высыпала. Видите, как упала. Даже ту, которую прислали мне вот с Харькой. Смотрите. Вы видите? Кожу сняло. Ну, я думаю, что нормально всё будет. Ну, а снега уже почти нету. Так что... Нафига... Смотрите.